Ну что, друзья, попытка номер два. Вчера я съездил с ночевкой, но не получилось. Приехал на место, разложил палатку и понял, что я забыл с собой спальный мешок. Меня это так дико обломало, но вариантов не было. Пришлось ехать домой, благо было недалеко, 90 километров. Но я не сдаюсь, сегодня я поеду в другое место, это 150 километров от дома. На одно очень интересное водохранилище, я там знаю одно местечко, где можно идеально поставить палатку. Ну и попробую там переночевать, я надеюсь, что там кроме меня никого не будет. Если, конечно, по приезду обнаружится, что там уже кто-то ночует на этом пятачке, то придется искать альтернативу. Ну ладно, я выезжаю сейчас где-то около часа дня с запасом ехать не в полтора часа, так что думаю, если что, что-нибудь найдем. Ну на худой конец можно всегда вернуться домой. Но это не есть смысл в этой поездке. Поэтому сейчас я заезжаю на заправку, меряю давление в шинах, заправляю полный бак и вперед. Я был в прошлом сезоне на этом месте, ну так на денек приезжал здесь, чисто чай попить, немножко отдохнуть, насладиться видом. Вот этим вот, это какое-то водохранилище здесь. Здесь, летом, конечно, здесь поприкольнее, потому что больше зелени, сейчас все равно деревья без листьев как-то не так весело. Но все же, место здесь обалденное. Вот вы можете видеть, да, вот там вот я спрятал мотоцикл и его даже не видно отсюда, даже если кто-то сюда заедет, там полиция какая-нибудь или какие-нибудь там что-нибудь проверяющие, там лесники. И они меня хрен увидят, потому что мы сейчас немножечко углубимся, углубимся сюда, тут среди елочек, между елочками. Я поставил мотоцикл как раз, поставил его как раз так, чтобы можно было, если что, выехать сразу. Ну, если надо, если надо будет быстренько на лыжи встановиться, так скажем. А палатку буду разбивать. Тут есть вот два местечка. Непосредственно вот здесь такая отличная полянка с видом на воду. Или же непосредственно в тех кустах, вот, где стоит мотоцикл. Тут тоже есть место. Какие-то, блядь, сволочи здесь. Пардон за мат, и вон мусор оставили. Уроды, блядь. Ну, а я сейчас непосредственно начну ставить палатку. О, блядь, кто-то есть здесь? Не знаю, подожди, какие-то звуки были, как будто кто-то здесь топал. А, ребенок какой-то. Фух, ладно, я сейчас немножко подожду, когда народ рассосется. Ну что, вот я и разбил палатку. Я считаю, отличное место, да. С той стороны, если открыть будет дверь, можно будет сразу видеть воду. А с этой стороны сделать основной вход. Мотоцикл еще вон там стоит. Тут, правда, такая тропинка. Ну, я думаю, никто не будет здесь ночью ходить-то. Какой нормальный, вменяемый человек попрется сюда ночью. Это сейчас так иногда гуляют здесь люди. Ну, ладно, давайте покажу вам, как выглядит тут у меня в палатке. Осталось еще, конечно, сейчас верхний тент накинуть. Это пока так. Вот, в принципе, коврик, подушка, спальник. Спальник попозже достану, чтобы он распушился. Где-нибудь минут, может быть, за час, за полчаса до сна. Под палатку я стилю такую специальную пленку. Тоже купил. Это не обычная пленка, а какая-то тоже плотная пленка. Не весит нифига. Ну, вроде как, вместо футпринта. Так что, ну, вот тут моя барахлишка немножко всякая. Надо будет еще воды нафильтровать, потому что я воду с собой не брал. Сами видите, сколько тут воды. Я взял фильтр, ну, и, соответственно, сейчас нафильтрую воду под полтора литра. И, я думаю, мне хватит до утра за глаза. Так, ну, ладно, сейчас тент давайте накинем. Ну, что, друзья, зацениваем палатку. Смотрится обалденно, особенно на этом месте. Нечто, обалденное место. Возле водички как раз. Так, ладно, надо сейчас водичку нафильтровать. И порядок наводить внутри палатки, а то сейчас все барахло просто так скинул. 찹ень. так ну что мой этот чай уже закипел заварился точнее я раньше варил в маленькой кружке а потом понял что в маленькой кружке она будет дольше вариться потому что маленькая кружка у нее диаметр уже соответственно площадь площадь на которую дует огонь меньше соответственно хуже а лучше взять пошире посуду но поменьше налить закипает махом так что лучше потом в маленькую кружку перелить отсюда короче это место такое видать тут для местных известная может сейчас подъезжали парень с девушкой на машине прям туда вот рядышком они тут прогулялись немножко так ну и тут как раз два мешка с мусором были я попросил их ну есть у вас мешок какой-нибудь чтобы ну я бы положила потом бы когда уезжал выкинул ну и так намекнул типа может вы сами себя сразу возьмете вы же на машине мимо урна будете проезжать ну те без проблем согласились взять так что сейчас здесь будет немножко чище и приятнее и даже если кто-то здесь потом будет проверять или там ну мало ли не к чему будет придраться и самому приятно когда чисто знаете поэтому ребята мне не мусорьте нафиг на природе это так зашибись сейчас конечно здесь еще светло и день я уверен что эти парень с девушка не последние еще кто-нибудь приедет обязательно ну ничего страшно зато думаю когда стемнеет вряд ли сюда кто-то сунется на место здесь обалденное пацаны обалдеть я прям вообще кайфую я так спрятался удачной видите он там так между деревьями возле воды кайф еще утром знаете я думаю что-то утром как до обеда что-то такое настроение было кислое знаешь знаете такое сонная думаю она может не ехать куда-то что-то знаете как бы не здоровится немножко так температуру измерил 35 ну давление что-то пониженное я думаю не это всегда так такой легкий мандражик думаю знаете организм так думать ну или нафиг тебе надо посмотри лучше netflix посиди дома не а когда вот на мотоцикл сел уже сконцентрировался на дорогу тогда уже было пофигу тогда вообще голова сразу ясная стала на все 100 последние 30 километров правда было немножко морозная прям я прям задубил и сейчас когда приезжал тут возле тут как два водохранилища и между ними такой канал и я когда вдоль канала ехал там в воде еще лед плавал так что я думаю сегодня веночка будет такая ну не жаркая ну почему-то у меня хорошее предчувствие я если что на всякий случай взял это спас одеяло фольгированное дышащие если что можно будет в него залезть а сверху потом укрыться квилтон так что то я думаю я почему-то уверен что сегодня будет все зашибись так что сейчас попью чайку в палатке порядок на виду а то я так пока все в кучу туда скидал надо будет там по кармашкам все рассортировать чтобы было приятно удобно спать но знаете вот опять же по палатке влезло все я даже мне кажется в тамбуре можно ничего даже не класть все вмещается в палатку непосредственно и куртка поместилась и шлем пусть наверно думаю лучше будет в палатке чем даже если дождя не будет все равно это же будет сырость опять и сырости на хочешь не хочешь будет попадать на вещи та же роса утром в палатке думаю будет лучше посмотрим так что вот такие вот дела ребята не сидите дома езжайте вот вот в россии да россии такие просторы природа охеренная бля я бы честно я дом вообще не жил бы это здесь вот какие-то все сложности найти какое-то место чтобы тебя не выгнали там не не наругали не оштрафовали и то вон можно найти если захотеть какие-нибудь классные места кстати вот это место она в сто раз обалденнее чем то куда я вчера приехал ну вчера я приехал до речка прикольный вид красиво но тут же жилые дома люди ходят переходят знаете так смотрят так подозрительно кто это тут палатку ставит ну как-то хоть они там и привыкшие привык привычные уже к этому делу но все равно как-то напрягает напрягал немножко а тут сегодня будет кайф ну там еще вот эти парень с девушкой не подсказали еще есть местечко чуть дальше там тоже зависает а наверно я сейчас до туда и дойду ну тут тут песок такой нехороший мне что-то на мотоцикле сюда ехать как-то впадло хотя ну как сейчас гляну а классный пятачок на мотоцикле здесь такси вот видите тут кострище тут тоже прикольная полянка да вот так если посидеть просто у водички вон шикарный подход к воде но здесь уклон здесь палатку поставить как-то будет под уклоном там где я поставил она как-то поинтересней пришло время перекусить сейчас с кипячу водички немножко и сделаю сублиматик сегодня у нас будет макароны баллонезе все отлично вот все отлично единственное обламывает что сейчас такое время что темнеет как бы еще все равно рано а светает все равно поздно и длинные ночи вот это немножко обламывает а в целом все хорошо что касается погоды давайте я сейчас гляну вообще сколько градусов он показывает 6 градусов сейчас показывает локально ночью будет два градуса только завтра в 10 утра будет 5 градусов даже если я домой скажем так рано утром ехать это будет ругарит и будет экстремально так что придется нам тут зависнуть до 10 хотя посмотрим главное чтоб сухо было остальное как-нибудь переживем я вот с прошлой ночевки то когда был там была влажность такая экстремальная там она прям стопроцентная влажность было там я когда в туалет стал с фонариком вышел я боялся от палатки отойти чтобы потом не потеряться метра на два только видно перед собой все остальное так знаете такая все видно эту воду в воздухе это было экстремально так что сейчас здесь вообще сухо не жарко но сухо это самое главное кстати ребята насчет фильтра сейчас покажу какой у меня фильтр обалденная вещь я сейчас воды в нем нацедил литрушку ну и в пол 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 литровой бутылочки вот в этом фильтре так вот так маленький легенький но делает свое дело набираю водички прям через него бжим-бжим нафиг у чай попил с него уже сейчас сублимат делаю будет вообще шикарно ну-ка сколько-то о водичку же нагревается потихоньку ух как аккумулятор садится то надо будет поменять батарейку на холоде быстро так садится хотя в принципе какой холод ладно я с вами не прощаюсь ночью ребятки последние последние минуты еще света через полчаса уже должно быть темно я уже говорил до ночью плюс 2 обещают причем так всю ночь возле воды ну слава богу ветра нету и сухо успокаивает на мне сейчас термуха он видите в штанах от термухи такая же кофта и пуховый свитер все я вот в таком прикиде ложусь на свой новый коврик это терморест экстерм для экстремальных температур подчеркиваю я на него возлагаю огромные надежды потому что у меня был предыдущий мой убор лайт я предыдущую ночь прошлую ночь я охренел под ним это было холодно он не грел вообще но этот ковер ковер обещает что он будет греть посмотрим посмотрим я очень на это надеюсь за верх я не беспокоюсь там квилт он пуховый толстый там должно быть все как танки нормально ну посмотрим как сегодня выживу а завтра естественно с вами поделюсь своими впечатлениями обламывает то что вот дни короткие сходишь маешься не знаешь что делать ну конечно залезу вместо места себя нагревать буду посмотрю какой не кинчик если прохладно будет можно будет потом чеку еще сварганить воды я нафильтровал так что тут воды навалом ну и можно будет под какой-нибудь видос засыпать или почитать что им перед сном я же специально джинсы снял что в термухе немножко походить а то ну немножко все равно под там был в двух штанах то шерстяная термуха она очень быстро сохнет поэтому я хочу чтобы начаться на мне немножко подсохла чтобы уже залезть непосредственно в спальник уже в сухой одежде и носки еще в этот раз слава богу взял это чистые и сухие чтобы ноги утром не замерзли а то в прошлый раз у меня ноги немножко подберзать начали потому что считаю весь день ехал в них хочешь не хочешь ноги немножко подпотели и влажность была на улице офигенная поэтому в этот раз я одену сухие должно быть все пучком так ну вот больше никаких тут людей не появлялась вот с тех пор как то парочка была здесь я вам ее не показывал ну я вам про нее рассказывал это был уже давненько так что ну сейчас думаю вряд ли кто-то сюда сунется уже через полчаса темно будет волнуюсь немножко и предвкушаю так то классно все если сегодняшняя ночь пройдет все чинно то можно будет смело не опасаться валить куда-нибудь хоть в норвегию хоть в испанию хоть куда ну чё раньше откроют туда и повалим у нас вообще сейчас поговаривают что ну у прививочных будут привилегии то есть если ты привитый то ты можешь путешествовать то есть ты докажешь ну тебя паспорт будет специальный у нас как всегда политики сначала не такого не будет это же дискриминации все они говорят одно а делают другое а сейчас уже не исключают вполне уже дискутируют как это все организовать что у кого будет прививочка тот может путешествовать давайте вам еще раз покажу свои хоромы у меня сегодня пентхаус тут по сравнению с тем что было так давайте мы сейчас посмотрим что внутри внутри бардак тут я уже квилт разложил чтобы он немножко распушился соответственно там вот у меня куртка лежит в тамбре у меня рюкзак он в том и шлем я выставил все-таки здесь вот у меня барахлишко пауэрбанк если что подзарядить телефон я купил два таких вот коротких шнура по 30 сантиметров для айфона удобным у меня этот usb как раз на клипоне и как раз его хватает оттуда и до телефона не надо там ничего наматывать и удобно и короткий и для зарядки тоже он отлично подходит потому что он короткий знаешь быстрее будет заряжаться потому что чем длиннее провод тем больше у него сопротивление и тем хуже так что вот как то так вот мои носки надо будет еще коврик поддуть и можно будет заселяться ну я с заселением все равно буду до последнего тянуть когда уже реально потому что ночь будет длинная и мне находиться в этой палатке придется еще очень долго поэтому надо этот момент оттягивать до последнего что собственно я и делаю да и она тоже когда стоишь просто вот так вот ходишь немножко она тоже как бы устаешь и это тоже плюс чтобы лучше заснуть я честно я за ковер переживаю хотя я говорю он но это максимально то есть круче этого ковра но не существует его сразу брать ну я что да нацелился на ультра ультра light а сейчас я смотрите я вот этот презерватив с собой не стал брать но этот вкладыш который а он занимал большой объем и весил 250 грамм так получается у меня сейчас коврик вырос немножко в объеме и на 250 грамм потяжелел по сути как бы я компенсировал в весе у меня в целом не прибавилось в объеме тоже не убавилось не прибавилось на палатке я даже сэкономил почти 200 грамм массы это если эти колышки заменить на титановые там еще можно 100 грамм скинуть так что я в принципе даже 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 в плюсе сэкономил сегодняшний рюкзак я в воду не стал брать весил меньше пяти килограмм вся снаряга полностью воду я не стал брать потому что ехать полтора часа я знал куда я еду что здесь водоем водохранилище я могу воды набирать фильтровать сколько мне душе угодно вот и фильтр как раз пригодился поэтому у меня мечта есть вот реально когда если я поеду в норвегию подняться на язык тролля со своей снарягой соответственно и там наверху переночевать и потом там ну опять же поснимать пофотографироваться чтобы не спеша без стресса знаете без головняков потом спуститься спокойно и дальше ехать так что но это вот такая цель я не знаю я планировал я говорил вам что планировал также в барселону сейчас что-то мне франция не нравится во первых они там границы контролируют сильно и во вторых у них там комендантский час с 18 до 6 утра это как бы напрягает и как там находиться вообще ночевать или чё поэтому пока ждем тем более сейчас опять немножко у меня учеба начинается в марте надо будет там экзамены в конце марта два экзамена еще надо будет сдать тоже готовится надо будет как-то потихоньку начинать уже сейчас чтобы отстреляться ну а летом потом будем отрываться вот такие вот дела ладно не будем батарейку садить и флешку а то там на флешке осталось 24 хотя у меня есть еще одна флешка так что не беда ровемся ну что ребята я уже заселился в номер сейчас буквально минут через 10 20 уже будет темнота пока вроде удобно ну реально я вот там волнуюсь прям за коврик переживаю хоть я и читал и слышал за него но все равно пока сам не попробуешь а завтра будет тоже холодно что-то завтра ехать мне придется наверно градуса 3 будет прям я бы сказал авантюра я почему-то думал что ночью только будет холодно ну а днем то распогодится а сейчас посмотрю ну видимо может быть обновилась уже погода то меняется каждые полчаса вроде как будет дубах ну ладно не далеко 150 километров потихоньку доеду с не спеша с остановками черек буду пить между делом греться как-нибудь доверемся прорвемся местечко классная палатка удобная прям вот сижу сейчас в полный рост классно место еще навалом вообще красота в плане палатки доволен более чем посмотрим ладно сейчас поваляюсь может быть посмотрю видосик какой-нибудь перед сном ну спать то еще рано сейчас 6 часов без 7 минут 6 не хотя бы до 8 продержаться обычно если 8 вложусь то нормально часов до 5 а там пока встану чайку попью поем пока соберусь не спеша чтобы хоть солнышко немножко вышли распогодилось и часам к десяти ну и двину так ребят ну чё время 8 час я уже лежу примерно полчаса коврик огонь то есть холод не пропускает залез я еще в этот спас одеяло и под поверху и спас одеяло еще квилтом укрылся тоже лежу вообще пока нормально не холодно сейчас просто вставал выходил в туалет смотрю тут мультики ну не мультики так видосики всякие ну и через часик уже наверно думаю засыпать буду так ребята сейчас вставал в туалет ну и утеплился на всякий случай заодно в принципе не холодно как бы можно спать у на всякий случай знаете отдел штаны и флисовую кофту сейчас без 15 11 на улице так светло из-за луны что в палатке тоже светло можно легко ориентироваться без фонаря вообще прикольно опять же преимущество вот этой палатки не может то что она полупрозрачная лунного света вполне хватает коврик огонь я сейчас спал уже несколько часов вообще нареканий нет спишь как дома греет хорошо это прям меня радует значит выживем ну у тебя оделся игру на всякий случай уж сейчас три градуса показывает но приложение и будет еще на градус меньше ближайшие часы и так до утра будет держаться ну что друзья всем доброе утро еще раз наконец-то рассвело в общем давайте подведем сегодняшний итог сегодняшней ночи так скажем в целом ночь была холодной два градуса ну показывал мне по крайней мере приложение я думаю тут у воды как раз она все два и было если не меньше было немножко прохладно но спалось мне в целом относительно комфортно предыдущую ночь было холоднее намного некомфортно здесь прям хорошо опять же ребята еще хочу порекомендовать вам вот такой вот спас одеяло у него такая здесь структура фольгированная в виде сот это спас одеяло она дышащие вот это очень важно никогда не берите спас одеяло которое просто тупо из фольги они как правило самые дешманские но они возможно у вас будут греть но они не будут дышать и вы просто тупо спреете а потом замерзнете от того что будете мокрый и это ой как не надо когда я вчера лег спать я лег сначала просто в термухе и в этом пуховом одеяле это мой свитер и у меня начали сильно мерзнуть ноги я думаю бля надо было какие-нибудь носки взять теплые шерстяные там или какие чуни купить думаю что делать я вспомнил что я взял с собой вот это фольгированное одеяло думаю дай-ка я его сейчас одену на себя а сверху еще укроюсь этим пуховым квилтом ну я так и сделал буквально через пять минут у меня ноги согрелись и всю ночь они у меня вообще не мерзли то есть мне ощущение было как вот ну как дома под одеялом спишь очень комфортно по идее вы вроде как одевает это он считается как типа конденсатник что ли одевается поверх спального мешка но да она понимаете она слишком какое-то узковатое по размеру поэтому если вы засунете туда пуховый спальник или там квилт то он у вас просто спрессуется и перестанет греть поэтому я так подумал эффекта от него будет вряд ли мало плюс это будет он будет сковывать движение это будет неудобно поэтому я его решил так сначала я его на себя одеваю по крайней мере ноги чтобы у меня были в нем и уже квилтом и тогда я могу более-менее относительно свободно двигаться ворочаться как бы удобно нормально получается и за всю ночь я не спрел не спотел ничего то есть нормально если было немножко прохладно я просто подкрыл там целиком как под одеяло прятался и там вообще было хорошо нормально так что касается палатки ну палатка тоже отработала себя отлично но самое главное ребята в этот раз самое главное это как это коврик у меня были на него огромные надежды и они себя полностью оправдали и у до этого у меня был уберлайт от терморест это летний коврик и я в предыдущей поездке задубел в нем на нем точнее он пропускал холод вообще адски ночь была так себе в этот раз я взял терморест экстерм это самая экстремальная версия с самым максимальным air value еще раз повторюсь я уже знаю что говорил несколько раз об этом но это важно чтобы air value был большой по тестам вот в интернете но есть тесты да где там через эту инфракрасную камеру смотрят их там сравнивают эти разные зимние коврики вот этот коврик он как бы был победителем и он действительно себя оправдал я вот спал на нем всю ночь лежал и вот в местах где я где прям непосредственно на нем лежал я так рукой смотрю он прям нагревался он не то что холод от земли не пропускал к верху он еще и нагревался от моего тела и это классно потому что у него там какая-то структура хитрая он там сделан как бы из двух слоев что ли там какие-то ячейки хитрые то есть получается он снизу холодный воздух не дает подниматься наверх а сверху теплый воздух теплому воздуху не дает опускаться вниз соответственно он его как бы кому аккумулирует накапливает и это очень классно так что ну можно сказать тест удался теперь теперь я не боюсь я могу со смелой смело ехать там куда-нибудь где относительно не жарко это скажу поехать поездка в норвегию швецию то принципе мне уже не страшно я знаю на что способна моя снаряга на что способен мой организм какие-то нюансы все равно я какие носки на всякий случай еще прикуплю шерстяные или может быть пуховые чуни ну неважно что-нибудь я возьму как бы тест я считаю прошел отличный палатка я могу пробовал готовить этот чай на горелке тоже отлично получилось удобно места хватает вполне безопасно как мне показалось так что да еще такой нюанс просто опять же для себя вывел что у меня куртка лежит там внизу справа от меня надо ее куда-то в другое место класть потому что было бы удобнее если бы матрасик лежал там по центру палатки палатка хоть и двухместная но все равно одному здесь в ней комфортнее и вот надо как то что матрасик лежал в цент в центре а так у меня там курткой получается я был прижат к этой стенке к этой вот стенке вот квил там ну ничего ничего не намокла все нормально немножко вот здесь так было влажно и ну от того что я дышал сюда и вот сейчас пока я тут чай пил он уже высох как бы вилт не потерял своей пуховости вообще нисколько сохнет он очень быстро и вот я не знаю может это то что палатку как-то поставил или может с моей особенности как-то ли я все время скатывался вниз туда у меня получатся ноги задевали об внутреннюю сетку хотя связь голове еще место там вот так было все время как бы старался наверх подняться чтобы ногами там не задевать в итоге оказывался все время внизу не знаю с чем это связано в общем план сейчас такой сейчас сколько сейчас время ну через полчасика я начну готовить себе завтрак на завтрак у нас будет овсяночка с орешками потом завтрак где-то в 8 часов до пол девятого ну и там уже можно будет потихонечку собирать палатку все упаковывать часам десяти может быть пол девятого потихоньку выезжать домой ехать мне 150 километров ну потихоньку доеду так что все будет ништяк вот такие вот собственные дела ладно на пока хватит если что-то вспомню еще раз включу камеру и до запишу так а вы ребята кто еще не подписан на канал обязательно подписываемся не стесняемся друзья также ставим лайки тоже не забывайте да это важно ну что друзья я собрался и готов ехать сейчас решил еще все-таки выпить кружечку чайку чтобы прогреть организм и поеду потихоньку буду двигаться сейчас без 29 ну как раз часиков девять выйду на улице вышло уже солнце так уже более менее потеплело в общем настроение топ так что все нормально вещи я уже упаковал да я сказал об этом ну собственно все на этом я думаю буду закруглять этот видос поэтому ребята кто не подписался на канал подписываемся также не забываем ставить лайки если понравился видос есть какие-то вопросы не стесняемся писать комментарии спрашивать я по возможности отвечу и так с вами был вели канал мотохайкер всем удачи